приветствую всех на канале вкус жизни меня зовут светлана и я живу на кипре друзья сегодня продолжаю вам рассказывать о деревне айотекла святая фёкла которая находится недалеко от курортного города айонапы протянулась на 3 километра вдоль побережья средиземного моря и сегодня хочу вам показать что же здесь интересного можно увидеть обычно на экскурсии туристов из лимасола из пафоса из ларнаки везут в айонапу и прежде чем показать айонапу всегда завозят их в эту деревню айотеклу и показывают главную достопримечательность этого места это церковь святой фёклы а сейчас вот мы справа видим отель сан-сити который долгострой и вот она это церковь выполнена бело-синих тонах в греческом стиле и построена она вот на возвышенности на берегу средиземного моря и как раз это церковь находится на границе между айонапой и айотеклой святая фёкла была ученицей апостола павла и она всю жизнь проповедовала христианство и также лечила людей и физически и духовно безвозмездно здесь небольшая такая вот часовенка святой фёклы вот главная икона здесь и здесь в основном проходят венчание и крещение детей место очень такое знаковая красивая на фоне моря здесь можно ставить записочки вот за здравие за упокой и положить монетки и поставить свечи свечи здесь не продаются но вы ложите несколько монеток сколько вы хотите и обычно берут и две свечи одну за упокой одну за здравие ставят дело в том что на кипре еще есть монастырь имени святой фёклы где есть источник святой воды есть лечебная глина святая которая помогает в лечении кожных заболеваний особенно детям и для лечения глаз и вот когда в 2013 году в сирии боевики разгромили монастырь святой фёклы в которой хранились ее мощи и взяли в заложники монахин то все говорили как хорошо что часть мощей была перевезена на кипр вот в этот монастырь святой фёклы но затем когда этих монахин уже освободили и начали восстанавливать тот монастырь который был разграблен был подожжен осквернен то оказывается эти монахини они спрятали хорошо мощи святой фёклы в скале и боевики не смогли их найти а вот видите это из истории жизни фёклы и и полили и сжигали и хотели ее убить и вот когда она когда ее преследовали бандиты которые хотели ее убить она взмолилась богу и горы раступились появилось ущелье и она спряталась в этом ущелье и вот в этом месте в сирии как раз и находится монастырь с ее вот мощами а чем же знаменита еще вот эта церковь которая находится в деревне ятекла дело том что если спуститься по ступенькам и к морю то здесь находится еще и пещерная церковь тоже имени святой фёклы и вот кто-то сделал вот такой вот макет и так интересно вот вы смотрите здесь внизу макет а наверху стоит настоящая эта церковь святой фёклы которая была построена уже более позднее а в период турецкого нашествия на кипр использовалась вот это вот пещерная церковь куда люди приходили молились здесь есть состоит из трех таких помещений и вот видите много много записочек люди с просьбой вот мне напомнило это как в иерусалиме стеноплача где каждый вот свою просьбу в эту стену засовывал чтобы исполнилась эта молитва с просьбой и так вот здесь вот все три комнаты вот в люди сюда приезжают сюда вот где то что привозят много туристов и заранее говорят что напишите на записочки о чем вы просите но в основном конечно просят о здоровье о том чтобы выйти замуж о том чтобы сохранить семью чтобы родить ребенка и конечно здоровье здесь вот сделали такое небольшое отверстие в потолке сверху чтобы не было влаги чтобы это пещерная церковь хорошо проветривалась чем же еще знаменитые эти места вот здесь недалеко от пещерной церкви находятся большие камни и вот когда турки завоевывали фамагусту больше года то говорят что на вот этот берег как раз в этой клей и приходила подмога из турции чтобы осаждать фамагусту город фамагусту это я говорю о вторжении османов в 16 веке в 1570 и в 1571 годах и вот если подняться сюда чуть выше на вот эти вот камушки это отсюда хорошо виден пляж святой феклы где мы с вами прогуливались прошло моем видео я вам показывал этот пляж и напротив пляжа находится вот такой вот островок который закрывает большие волны и на пляже всегда очень комфортно в туристический сезон и купаться и загорать и там не глубоко пешком можно даже пройти от пляжа к этому острову вот такая вот красивая бело-синяя церковь вот такие вот арочки здесь вот две аркады с трех сторон и конечно же здесь проходят вот эти церемонии бракосочетания венчания обычно вода пандемии здесь вообще ставили всегда в туристический сезон шатер стулья и всегда проходили вот эти церемонии и также киприоты и любят здесь еще и крестить детей своих здесь можно устроить классную фотосессию что всегда туристы здесь и делают на фоне моря и еще вот эти арочки нам навеивают воспоминания сериале санта барбара и вот хотела вам еще один показать пляж вот такой вот в таласаке здесь несколько домов которые издаются в аренду и чем же интересен этот пляж что здесь находится вот такой искусственный пруд где можно увидеть настоящих живых кувшинок вот лотосов этих и вот я вам показывал эти пляжи айотекла поседон и сирена и вот красный видите вот я показала возле пляжа сирены здесь вот еще находится такая достопримечательность которую недавно обнаружили что здесь находится древнее захоронение древнее кладбище вот наподобие как на макронисосе бич там где вот эти вот захоронения где ученые определили что еще в третьем тысячелетии до нашей эры и вот здесь все можно увидеть что уже начали здесь тоже раскопки и приблизительно такие же самые пещеры как и на макронисосе так что если вы будете отдыхать на пляже сирены то обратите внимание что рядом с этим пляжем вот есть вот такая вот достопримечательность можете пройти и сами посмотреть дело то что возле макронисоса вот эти вот погребальные комнаты как говорится когда ученые их нашли то они уже были пустые то есть они уже были разграблены и потому что вы понимаете что в камнях могли делать вот такие вот могилы только для богатых состоятельных людей вот в одну внутри я вам показываю такая вот низенькая но это еще не закончены еще все раскопки и еще вот отсюда от пляжа сирены можно видеть вот видите фиолетовым фиолетовая стрелочка я показала есть амфитеатр у нас в деревне я текла но к нему лучше пройти от основной дороги центральной дороги в этой клей подъехать на автомобиле вот такой вот здесь находится амфитеатр и конечно вот эти последние два года этой пандемии борьбы с коронавирусом здесь немножко в запустении и вот отсюда видите вот видно как раз и вот это вот кладбище захоронения возле моря вот которая перед этим показывала третий век до нашей эры и вот он с рядышком этот амфитеатр вообще здесь раньше проходили различные мероприятия выступали различные музыкальные коллективы здесь есть где и деткам покататься погулять и лавочки стоят и людям можно погулять и вот здесь вот построено кафе там есть и туалет и парк много различных деревьев но к сожалению все запустить не давно ничего не красилась не приводила здесь порядок видите в на качеле уже вообще без краски стоят ну будем надеяться что здесь все будет обновление и приведут в порядок может к этому туристическому сезону и как вы уже могли заметить на кипре везде вдоль дорог растут апельсиновые деревья которые служат как бы еще и декоративным украшением улиц вот видите вот кафешка уже несколько лет не открытая где напитки и различные закуски фастфуд раньше продавали вот я вам показываю апельсиновое дерево как раз здесь вот недалеко возле этого парка амфитеатра и вот они видите вот попадали несколько этих апельсинчиков ну и еще одна достопримечательность хочу вам показать в этой деревне от иклы это еще одна и здесь церковь немногие об этом знают это церковь святого евстафия и тоже как и все другие часовни вот такие вот небольшие всегда дверь не закрывается вы можете любое время прийти и утром и вечером и кому надо помолиться только когда уходите закрывать свою дверь и вот здесь вот находится так главная икона первоначально евстафий назывался плакидом он был старшим офицером римской армии и потом когда он уверовал уже господа крестился и его имя плакид после крещения уже было евстафий и также его жена татьяна тоже при крещении получила другое имя феописта и их два сына тоже при крещении получили имена феопист и агапий очень интересная история о жизни этих святых и если вы вот видите у них в руках у всех кресты обычно на иконах изображают не мучеников за веру с крестами в руках и они тоже погибли их в раскаленном медном таком помещении виде быка их как бы заживо там сожгли и вот мощи этих святых находятся в италии в одноименных церквях и его и обоих его сыновей агапия и феописта очень интересная история если кому-то интересно можете найти в интернете историю об этом святом а это вот икона варнавы которые являются основоположником христианства на кипре вы наверное если кто был на северном кипре за фомагуста есть монастырь святого варнавы сейчас его называют музей икон но на самом деле это вот был раньше монастырь и там рядом в часовне и находятся мощи варнавы которые были приобретены потом через несколько сот лет там же найдены и вот до сих пор они там хранятся а это вот святой спиридон все вы знаете что он родился и жил на кипре башмачки святого спиридона все слышали у нас такие при теперь уже два башмачка святого спиридона один находится в деревне в офигену а другой находится в русской церкви недалеко от никосии в епископию а это святой иван богослов это единственный 12 апостолов которые умер своей смертью возрасте около 100 лет вот такая вот небольшая вот церквушка ли как ее еще называют часовенка которая посвящена святому евстатью он был вот воином римской армии затем потерял и обоих детей которых украли звери и жену потерял и потом через 16 лет он их только опять обрел встретились и потом они были вот казнены вот такие вот ужасным ужасным способом а западная из стороны в деревне айотекла находится рыбацкая гавин где находятся два рыбных ресторана где можно приехать отдохнуть на побережье средиземного моря там есть конечно и пляж и в этих тавернах можно заказать и рыбное мизея и покушать свежие рыбки приготовленные на гриле вот и все что сегодня я хотела вам рассказать спасибо большое за просмотр и до следующих моих видео пока пока